всем привет сегодня будет вторая часть видео чем я пользуюсь летом и поговорим мы про уход за волосами и про уход за телом покажу что использую сейчас и фиолетовую шампуньку которой я пользуюсь вот для своих блондинистых волос так ну что начну наверное с шампуней потому как их у меня много и у меня нет какой-то такой серии которые я вот пользуюсь вот уже много лет там или не знаю или каких-то прям серий которыми я пользуюсь как минимум долго у меня все время шампуни разные они у меня заканчиваются беру новый все время что-то использую и как правило я не пользуюсь одним шампунем до конца то есть к примеру я беру шампунь элио я могу им помыть голову ну две недельки или даже дней десять не имею ввиду всего да то есть там три раза грубо говоря потом меня на какой-то другой шампунь но в любом случае сейчас я вот пользуюсь этим шампунем элио также я использую шампунь вот недавно купила и решила попробовать против выпадения волос тоже кстати мне очень понравилась его текстура и в общем то как он работает мне понравилось но по поводу выпадения волос сложно мне пока сказать тем более что опять же я не использую его вот прям весь месяц дальше также мне есть вот такой вот шампунь для улучшения качества моих волос вот восстанавливающий это как раз таки его для милированных для окрашенных волос он отлично подойдет и его я тоже использую но он такой своеобразный у него очень тяжелая бы сказала текстура и при смывании также он тяжело смывается но для восстановления волос вот именно вот таких тоненьких уже которые обесцвечены очень неплохо поможет так что еще из шампуней так но наверное сейчас все хотя вообще я могу использовать еще какие-то просто сейчас они у вот сейчас использую большей степени вот эти три и также еще у меня есть шампунь которым я пользуюсь где-то через три недели после того как я крашусь да то есть меня мой натуральный цвет вот такой вот достаточно темный и мне его осветляют и затем тонируют но честно говоря цвет пока я не подобралась себе такой какой бы мне хотелось пока что я пробую и каждый раз что-то вот не совсем то когда-то я уже была блондинкой у меня был красивенный цвет волос но достигала я его с помощью именно милирования вот сейчас милирование не сильно модно делают это чаще и что такое и в общем когда я пришла окрашиваться в блондинку мне сделали вот такую вот полностью полностью вывели меня в белый цвет и я была практически черного цвета и вот сейчас имею вот такой уже результат поэтому считаю что результат неплохой но тем не менее использую я тонирующий шампунь где-то через три недели после окрашивания вот такой вот скажу сразу я его не искала я его не вычитывала не смотрела отзывы мне его подарила сестра сестре этот шампунь порекомендовала ее парикмахер и я им пользую сейчас я ему покажу сразу не пугайтесь но эффект от него мне очень нравится вы можете сравнить мой цвет полос сейчас и тот который допустим у меня был без этого шампуня в моем прошлом видео предыдущем возможно я тут ставлю какую-то нарезку да как было и как сейчас но не обещаю это не точно так вот вопрос у меня к вам следующий как вы относитесь к парфюмерии к продукции это не обязательно может быть парфюмерия это может быть белье парфюмы косметика от виктории секрет и чисто теоретически хотели бы вы себе покупать такую продукцию и как вам вообще цены на эту продукцию то есть считаете ли вы что это дорого или вы может быть и покупаете и вас устраивает и нравится потому что лично мне эта продукция безумно нравится и у меня сейчас стоит вопрос возможно я бы хотела бы заняться покупкой в сша этой продукции и продажей виктории секрет в украине давайте на него посмотрим что называется он вот так вот с 6 вот так вот и называется с 6 принципе если вы забьете в интернете вот это название с 6 он вам высветится стоит тонн ящик я себе его еще не покупала нос гуглила уже там смотрела вот 350 миллилитров здесь по моему 350 стоит в районе 300 гривен 300 там 350 что такое смотрите как он работает значит когда вы его наносите сейчас будет шок контент он вот такого вот черничного цвета вы не пугаетесь ничего страшного из этого нет у вас будет синяя ванная тоже не пугайтесь все прекрасно отмывается мне акриловая ванная но принципе даже если у вас не акриловая это не имеет значения все смоется на плитке на шторках где там что все это отмывается ничего не остается вот такой вы его вспениваете и наносите на волосы и затем можно чуть-чуть подождать и смыть вот такой такие чернила грубо говоря значит смотрите как я его использую его можно использовать двумя способами если я хочу сильный оттенок придать да то есть если вот желтые у вас волосы конкретно вот как у меня например и вы хотите их сильно очень затонировать то вы можете полностью помыть голову этим шампунем два раза то есть первый раз нанесли на все волосы хорошенько распределили сильно долго не ждем можно сразу смывать и затем второй раз наносите и пена получается нервно фиолетового цвета то есть уже когда голова второй раз мыться она прям такая хорошо уже вспенивается и пена такая светло фиолетового цвета получается и вы ее распределяете здесь уже можно подождать хотите посильнее эффект ждете подольше хотите не сильно но я жду где-то минуты три вот здесь написано 1 1 5 минут надо ждать вот одну пять минут один вот нужно выжидать я где-то три минуты жду и вот такой вот эффект у меня получается с помощью двух раз мытья головы иногда вообще его рекомендуется использовать раз в неделю но так как я мою голову в неделю два раза иногда даже три раза то я делаю так то есть последующая моё мытье головы будет обычным шампунем без ничего да то есть могу использовать шампунь элио к примеру да и полностью помыть голову в третий раз допустим я хочу придать небольшой оттенок я опять один раз мою к примеру шампунем элио а второй раз наношу вот такой шампунь для того чтобы создать пену и добавить немножко оттенка так и потом заново грубо говоря там на четвертый раз я снова мою два раза вот таким большим для того чтобы уже был такой опять же оттенок как сейчас ну в общем вот такая у меня система опять же вы это подбираете индивидуально надо попробовать но не переживайте первый раз когда увидела этот цвет нанесла это на руки я была в шоке вот что остается у меня пигмент на руке сейчас я просто вытерла салфеткой но если вы сможете это водой но прекрасно смывается вот прекрасно смывается полностью если с мылом так вообще никаких там моментов ничего не остается что за это не переживайте то что я очень сильно первый раз переживала когда наносила я была в шоке от этого цвета то что у меня вся синяя ванная я переживала что здесь что-то не смоется поэтому я вас сразу предупреждаю в общем мне очень нравится этот шампунь если именно по эффекту цвета если вам нравится будет мой эффект да то что вы видели допустим дуэта что видите сейчас то можете тоже попробую для себя вот ну не знаю фирма тут название с 8 я не могу прочитать какой-то и чё слоем или что не знаю в общем вот так это выглядит вы можете найти ну в общем если ведете с 6 однозначно вам высветит вы найдете этот шампунь вот вот такой вот шампунь я использую для того чтобы придать оттенок своим волосам и мне он очень нравится и к сожалению такого оттенка чтобы именно меня покрасили я добиться не могу то есть меня делали либо какой-то седой либо желтой ну в общем как-то не совсем то и не могу пока найти тот цвет который бы мне хотелось потому что их комбинируют и непонятно что из этого получается в общем пока что я пробую и ищу себя вот вот такие шампуньки но кроме шампунек я всегда использую кондиционеры и маски то есть такого просто наверное уже не бывает чтобы я не использовал кондиционер или маску и сразу скажу что вот этот шампунь он немного сушит волосы это факт поэтому обязательно после него я использую нашу маску вы можете использовать какую-то увлажняющую маску ну не знаю какая там вам нравится но я использую вот такую вот маску hair x для окрашенных волос именно после этого шампуня обязательно вот она у меня почти заканчивается уже потому что она прямо-таки разгладивает и как будто бы увлажняет волосы не знаю как будто были увлажняет но ощущение у меня такие поэтому эта маска мне очень нравится именно после вот этого шампуня вот если допустим я мою голову каким-то другим шампунем например шампулем эллио я использую кондиционер эллио тоже очень крутой очень нравится мне также если я допустим использую шампунь для вот такой вот для улучшения своих волос для восстановления я могу использовать вот эту маску на эту маску я также могу использовать и с другим шампунем восстанавливающую она такая очень густая она питательная поэтому вот иногда тоже я его использую и также а я использую если беру вот такой шампунь против выпадения да я могу вот такой вот кондиционер использовать против выпадения волос он кстати мне очень тоже понравился мне тоже показался увлажняющим и очень приятным поэтому текстура мне его очень рекомендую попробовать и также есть у меня еще кондиционер стал остался это для вот такой вот для выравнивания волос вот тоже мне очень нравится иногда я его использую даже сверху какой-нибудь маски то есть я могу нанести маску вот такую вот и сверху еще вот такой разглаживающий кондиционер и тоже классный эффект получается в общем вот такие вот средства для волос у меня наверное это все из того что я использую в принципе всеми этими средствами я пользуюсь сейчас они мне все стоят в ванной по очереди переменно зависимости от того какой эффект я хочу иметь дальше после а вот еще у меня есть маска эллио ну ее я использую если честно редко когда у меня были не крашеные волосы я ее не блондинкой да когда мне был темный цвет я ее чаще использовала сейчас я использую редко потому что она очень питательная и тоже уплотняет и в общем то ну не знаю наверно потому что месяц больше надо увлажнения я ее редко использую но тем не менее сама по себе она тоже очень классная вот все мои продукты вот такие немножко уже выглядят не супер поэтому потому что они все стоят у меня в ванной поэтому не обращайте внимание они не новые немножко уже потрепанные дальше что еще пойдем по волосам это вот такое вот средство которое мне очень зашло купила его относительно недавно это сыворотка для волос тоже с климат-контролем я ее сейчас использую она имеет тоже разглаживающий эффект и мне нам очень нравится такая текстура как такой и желешка гелевая дам больше вот она быстро впитывает не оставляет никакой абсолютно жирности там или что абсолютно то есть никакого такого эффекта можете смело взять попробовать вреда вашим волосам она точно не принесет мне она очень понравилась и могу вам ее рекомендовать дальше также использую для волос вот такой вот маселка вот маселка hair x и это как для восстановления кончиков она идет но я его сейчас вот использую вот я не использую на лето масло или потому что они более такие жирненькие утяжеляющие хотя в принципе не всегда но но есть смотря какое масло использовать это масло я использую именно для разглаживания вот я его сегодня не использовала я помыла голову давайте вместе с вами попробуем его использовать вот такая вот у него текстура им делаю буквально два нажатия растираю по ладоням и вот так вот такими вот движениями наношу на свои волосы хороший эффект разглаживания получается и волосы начинают имеется такой блестящий вид кончики более ухоженные становятся и ну в общем мне нравится эффект этого масла и можно в конце вот здесь даже я прохожусь возле корней сверху для того чтобы волосы мои там нигде не торчали вот в конце можно пройтись еще расческой чтобы уже распределить все это он имеет очень приятный аромат он масло это оно и мне очень нравится ну не знаю заметили вы какой-то эффект обычно когда я стою возле зеркала эффект виден потому что так видно что где-то там что-то торчит где-то какие-то волоски с маселком сразу преображаются волосы поэтому вот тоже использую мне оно очень нравится дальше идем следующее средство которое я использую так с волосами у нас все дальше переходим к телу к телу ну летом я конечно же использую различные гели для душа у меня их всегда много разных и сейчас мне очень нравится гель для душа вот такой вот chill out такой голубой версии да feel good и он имеет охлаждающий аромат с запахом лаванды мне очень нравится особенно вечером вот вечером такой как релакс с ним вместе получаешь очень классный гель уже не первый раз его использую очень-очень мне нравится если я хочу вот прям пришла потная грязная не хочу прям натереться до блеска то я использую вот такой вот гель для душа ну вот сейчас у меня вот такой аромат в принципе то может быть любой другой из серии диска сейчас вот такой использую так дальше у меня если скажем так мне не нужно сильно нечего отмываться то я могу использовать вот эти два вот этот вот вам вечер видите как у меня уже страшный грязный стоит заляпанный мыльный скажу честно мне он не сильно зашел то есть он прикольный прикольно им покупаться имеет классный потрясающий аромат но в качестве геля для душа именно выполнять функцию хорошо отмыться я не сильно ее ощущаю потому что он непонятно мылится непонятно наносится и очень такой странненький йогуртовый гель для душа поэтому я его использую тогда когда он в те дни когда допустим я дома находилась никуда особо не ходила в общем тогда мне не сильно но или этот подойдет гель для душа у кого сухая кожа вот если у вас там жирная вот допустим у меня жирная кожа тела как у меня то он вам не сильно возможно подойдет потому что будет ощущение такое что вы как бы ну не особо то помылись но если у вас сухая кожа то возможно вам этот гель даже очень понравится потому что он не сушит кожу да соответственно если у вас она уже и так сухая то то вам это подойдет и также вот этот гель тоже он такой вроде и мы лица вроде и нет из я им им пользуюсь и еще с нового года то есть я его открыла под новый год и до сих пор им пользуюсь вот он у меня заканчивается но тем не менее да вот так вот у меня стоят гель и духу геля для душа и тоже я его беру ну тогда когда скажем так мне не нужно отмывать себя по полной вот если я хорошо хочу помыться вот прям такие то в большей степени вот эти два гель я использую так дальше использую конечно же для моей кожи когда я хочу отшелушить ее вот такой вот скраб милка не покажу вам его потому что у него текстура такая вот сахарная интересный вот здесь такой вот сахар внутри скрабирующий и он немножко мылится сейчас конечно без воды но не мокрая рука но он будет пенится чуть-чуть совсем чуть-чуть и это также в принципе неплохо мне нравится его эффект иногда я его использую скажу честно скрабы различные использую редко ну я не знаю раз в три недели раз в две недели наверное где туда раз в две недели я использую не чаще потому что ну особо такой необходимости прям в них не ощущаем дальше из скрабов еще у меня стоит вот такой вот тоже ягодный и вот этот скраб тоже подойдет он такой же лишний подойдет тем кто вкусно очень пахнет чаем каркадел не пахнет тем у кого опять же кожа вот туда сухая то что он нежный скраб это нежный скраб и он будет отшелушивать кожу нежно если вам надо хорошенько потравить себя то лучше взять milk and honey а либо же из серии шведский спа салон тоже классный скраб но я его использую только зимой потому что он с маслами он жирненький достаточно и мне на лето мне не катит на вот зимой я его использую так дальше конечно же я использую различные крема и лосьоны и это вот такой лосьон у меня сейчас смогли это старая версия мне кажется южен даже не выпускают но мне нравится формат вот этого лосьона с таким вот дозатором это очень удобно и ну классно и мне нравится аромат магнолии этого лосьона и вот это вот я сейчас вот использую лето и также нравится кстати очень неплохой лосьоны из вот этой серии лавны чем новой не так часто его использую сейчас но в общем он мне очень тоже нравится аромат потрясающий и ну он неплохой прям таки тоже могу посоветовать легкие но тем не менее питательные и хорошо впитывается и и в общем то хорошо увлажняет кожу поэтому можно смело использовать дальше тоже я вот когда холодное время года я больше пользуюсь всякими кремами для тела потому что кожа у меня больше сохнет и я ее дополнительно увлажняю летом наоборот у меня жирность проявляется и поэтому вот дополнительные какие-то крема они мне не не так нужны поэтому я их использую в меньшем количестве тем не менее все равно они как бы мне иногда нужны ну и лосьоночки вот такие когда я хочу какой-то прям аромат придать да то я использую лосьоны от victoria secret кстати те кто мне так и не ответил на вопрос в прошлом видео по поводу продукции victoria secret очень жду ваших комментариев на эту тему как вы относитесь к этой продукции нравится не нравится покупаете не покупаете и дорого для вас или нет потому что я раздумываю над тем чтобы тоже заняться этой продукцией то что она мне очень нравится нам не очень по душе и в общем то есть мысль у меня о том чтобы закупать эту продукцию из сша и здесь ее реализовывать вот поэтому обязательно если вы еще не ответили жду ваших комментариев тогда уже в этом видео ну или прошлом где вам удобнее так дальше по лосьончиком все теперь идем к конечно же интимное гигиене это вот такой гель вообще все люблю гели но сейчас вот такую использую ничего плохого не могу про него сказать классный гель есть у меня вот такой вот два в одном я его использую как для бритья вот в активных озонов поэтому очень мне нравится никакого раздражения от него классно наносится в общем если вы хотите чтобы все прошло гладко то очень вам рекомендую этот вот такой вот гель для тоже интимной гигиены которые можно использовать как для бритья дальше также рекомендуем вам не знаю сейчас есть или нет но мне очень нравился вот этот крем я знаю что сейчас есть какой-то лосьон там тоже из новой серии я им еще не пользовалась но вот этот старый мне очень нравился классно снимает все раздражения вот прям супер если что имейте ввиду вот этот крем от раздражения очень хорошо спасает я им постоянно тоже пользуюсь и вам тоже могу порекомендовать также использую вот такие два средства летом для защиты от пота очень люблю вот этот кремовый дезодорант голубой или розовый неважно функция у них одинаковая эффект одинаковый только разные ароматы как отлично как для меня как я это вижу наносить надо капельку растирать хорошо и тогда никаких следов у вас на одежде оставаться не будет прям втирать как крем как вы в кожу когда крем для лица наносите то же самое в подмышечной зоне и как бы все будет супер этот конечно работает интенсивнее в плане задержки потоотделения да то есть если вы прям вот ну потеете ну вот прям вообще прям течет с вас то конечно этот будет лучше этот будет лучше но возможен вариант оставления вот если черная одежда да то лучше как бы подумать подумать пользоваться ли не или нет потому что все-таки мне кажется абсолютно все шариковые дезодоранты вот такие вот антиперспиранты именно они оставляют белые следы и особенно это заметно на темной одежде вот дальше последнее что вам покажу это средства для ножек своих которые я использую и это вот такое вот средство скраб был который мне очень понравилось вот прям классная классная с ним так классно помыть ножки во первых оно пахнет арбузиком такое вкуснючее а во-вторых скраб он сам по себе еще и мылится поэтому вот с ним ножки мыть и отшелушивать прям супер очень вам рекомендую этот скраб сейчас он продается это относительно новый продукт этого года если вы его еще не покупали вот прям на лето мне кажется супер-пупер берите и вот такое крем это еще из старой серии у меня остался но сейчас тоже вот вот такой же есть он просто охлаждающие мне он очень тоже нравится крем для ног иногда его использую постоянно использую спреи для ног у меня их много все ароматы которые у нас есть у меня есть дома и сейчас вот у меня вот такой вот вот тоже есть в продаже вот такой аромат точно такой же спрей можете брать я постоянно пользуюсь им тоже защиты фото и запаха в общем я думаю лишним не будет так но это были все мои продукты которыми я пользуюсь сейчас в летнее время я надеюсь что мой обзор был для вас интересен как минимум и конечно же жду ваши комментарии под своим видео все всем пока пока и до встречи в новом видео